Подробности громких задержаний по экономическим делам сегодня обнародовал председатель Комитета государственной безопасности Беларуси. Валерий Вакульчик подтвердил существование уголовного дела по компании «Сервалюкс». Ее владельца Евгения Баскина сняли с трапа самолета. Еще в конце прошлого года уголовное дело было возбуждено в отношении владельцев компании «Консул», которая также, как и Баскин, занималась производством кормов. По словам председателя КГБ, учредители «Консула» потратили полтора миллиона долларов незаконно заработанных денег на содержание своих детей в Великобритании. Рассказал Валерий Вакульчик о самом, пожалуй, громком задержании последних дней. Владельца группы компании «Трайпл» Юрия Чижа задержали, как только были получены прямые доказательства неуплаты им налогов в особо крупном размере. По указанию Чижа была создана фирма, осуществление финансово-хозяйственной деятельности, которой не предполагалось изначально. Учредителем этой фирмы стал гражданин Российской Федерации, который одновременно выполнял функции помощника и водителя Чижа в период нахождения его в Москве. «Трайплом» этой фирме были переданы права на товарный знак. В последующем, фактически ежемесячно, за несколько дней до подачи налоговой отчетности, крупные денежные суммы переводились «Трайплом» на эту фирму под видом платы за пользование товарным знаком. Затем эти деньги обналичились в банке. На этой фирме был генеральный директор, он же единственный сотрудник этой фирмы. Он шел в банк, получал деньги наличными, носил их, относил их в «Трайп», передавал кассиру, так называемому кассиру, компании. В последующем этот кассир передавал деньги Чижу.